Дорогие друзья, сегодня я вам расскажу самые классные настройки по максимальной автономности, независимо какой у вас iPhone. Досмотрите видео до конца, будете в восторге. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Друзья, я уже неоднократно в принципе это показывал, но я вам покажу именно внутренние настройки, которые нужно изменить, чтобы максимально ваш iPhone или iPad работал, вне зависимости от того, как вы используете, по самым максимальным хардовым нагрузкам. Итак, ребята, смотрите, все что нужно это активировать энергосберегающий режим. Этот режим реально экономит заряд вашей батареи и вы сможете реально максимально больше и дольше использовать ваше устройство. Как его включить? Вам нужно зайти в настройки, вот, аккумулятор и режим энергосбережения. Активировать вот этот ползунок. Все. Это даст вам максимальную автономность, которую вы желаете. Но понимаете то, что у вас снизится производительность в два раза и когда вы будете что-то делать в тяжелых каких-то задачах, будет возможно греться батарея. Этого нужно избегать. Перенагрев, переохлаждение разрушает батарею. Имейте это в виду. Пользуйтесь, когда вам нужно максимально продлить автономность. Дальше. Вам нужно перейти в настройки. Тенденциальность системной службы. Здесь уберите на всех приложениях, точнее оставьте на тех приложениях при использовании то, что для вас является важным. Остальное все отключайте. Это требует ресурсы вашего iPhone, поэтому будет максимально нагружать. Точно так же системные службы. Поубирайте все, что вам не нужно. Можете нажать на паузу и оставить, как у меня. Это также продлит вашу батарейку. Поднимаемся вверх. Поделиться геопозицией здесь вы оставляете. Здесь ничего вам не нужно. Опускаемся ниже. Отслеживание здесь тоже отключаем, если у вас включено. Вот. Аналитика и улучшение здесь тоже отключайте. Делиться данными аналитикой. Это не нужно. Каждый день iPhone будет делиться данными. Это будет нагружать вашу батарейку. Поэтому это отрубаем. Реклама от Apple здесь тоже все отключаем. Отслеживание, активность тоже отключаете. Все. Этого, в принципе, более чем достаточно. Хватит вам, чтобы максимально продлить. Это самые те настройки. Еще также можно зайти в настройки. Если вы максимально больше используете устройства в сотовых данных, когда вы включите вас, здесь выберите те приложения, которые вам нужно, чтобы обновлялись. Остальные отключите точно так же. Оно вам, в принципе, не нужно. И тоже максимально будет использовать расход вашей батареи. В принципе, сделайте то, что вам максимально необходимо. Остальное, в принципе, отключайте. Все. Это, скажем, золотое правило для всех версий iOS. Пользуйтесь. Так вот, друзья. Я вам все продемонстрировал. Я думаю, вы будете довольны после того, как вы это сделаете. Хочу сакцентировать ваше внимание на энергосберегающий режиме. Если вы будете включать энергосберегающий режим, не забывайте его выключать, когда вы играете в игры. Именно тогда, когда максимально процессор нагружен, тогда вы его выключаете, чтобы вы получили максимальную производительность. То же самое касается фото и видео. Когда вы будете делать фото и видео, выключайте энергосберегающий режим, чтобы получить максимальное разрешение ваших снимков или видео. Вот, в принципе, и все. Не забывайте подписываться на канал, прожимать колокольчик, оставляйте ваши комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.